Всем привет! Начинаем очередное путешествие по моему городку любимому. Хочу вам показать здание немецкого посольства, которое является, конечно, неотъемленной частью Исаакиевской площади. Спускаем старые-старые-старые времена, когда здесь стояли порядка 130 из Малой Морской Слободы, которые образовали улицу, но в 1736 году сгорели и начали строить из деревянных домов, естественно, каменные дома. Дом на этом участке сначала владел господин Шестаков, потом купец Степанов, это в 1743 году, а пожар был в 1736 году, крупный пожар, который уничтожил все эти избы. Уже тогда, в 1743 году, здесь был, конечно, большой дом. Менялись владельцы, сначала колледжеский ассессор Чихачев в 1763 году, который имел аукционную камеру, где продавались различные вещи. Потом, в 1780 году, стал саксонский ювелир Гебельт, который торговал бриллиантами и драгоценными камнями. Затем, в 19 веке, дом уже владел купец Берга, который занимался крупными экспортными операциями. Но да, надо отметить, что практически у всех вот этих ребят были дома на английской набережной. То есть, они просто переехали и приобрели этот дом. В 1820 году особняк был, конечно, перестроен существенно по проекту архитектора Стасова, перестроен в стиле ампир. Постройка и отделка дома подорвали финансовое положение Бергена. Дом был заложен за 165 тысяч рублей в 1831 году. Подвалы и часть квартир сдавались в наем. И после смерти купца его вдова продавала особняк. Особняк купил, приобрел Павел Константинович Александр. Александр, который владел этим домом в течение 40 лет. А Павел Константинович родился в Санкт-Петербурге от связи. Цесаревича Константина Павловича и молодой француженкой Жозефиной Фридрикс. Сын Цесаревича остался в России. В 1812 году был возведен дворянское достоинство, получил хорошее воспитание. И свой городской особняк на площади завещал жене. В 1873 году после смерти дочь Павла Константиновича продала особняк германскому посольству. В 1889 году здание было вновь перестроено в электрическом фусе по проекту архитектора Шалупа. Это был немец. Надо сказать, что рейхстаг выделил на 1,7 миллионов рублей на перестройку, постройку нового здания. Его перестраивал архитектор Беренс. Ну и естественно, вот это здание такое внушительное, конечно, имеет вид. Надо отметить, что именно в то время, в 1813 году, на здании были установлены статуи Диаскуров, которые после войны каким-то образом исчезли, никто не знает, где они были. Потому что когда началась война с Германией в 14-м году, здание подверглось погрому, был сброшен в мойку немецкий герб. Статуи Диаскуров куда-то исчезли. И здание было передано под охрану американского посольства. Но в 1922 году с набережной Мокису давно переехало немецкое консульство, потому что был заключен на Липальский договор. Ну а дальше, годы войны, здание занимал военный госпиталь, затем институт полупроводников, гидрографическое управление. В 70-х годах ленинградское отделение интуриста. Уже в наше время, в 2000-х годах, арендовал местный филиал Дрезденского банка. Затем сюда въехала организация управления президента по северо-западному округу. То есть вот примерно такая история здания. Я вот все вам показал, как мог рассказал. Будете около Исааки, обязательно обратите внимание на это здание, а вы не пройдете мимо, оно бросается в глаза. Все, пока, всем привет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok